В вершинах куба записано по натуральному числу. На каждом ребре написана сумма чисел, находящихся на концах этого ребра. А в центре каждой грани написана сумма чисел, находящихся в вершинах этой грани. Представьте себе, если числа А, Б, С, Д, здесь Б, С, Д и А, тогда у нас написано на ребре А плюс Б, здесь А маленькая плюс А большое, здесь А плюс Д, и в центрах грани. Вот здесь вот написано А, Б, С, Д и так далее. Задача, может ли сумма всех 26 таких чисел, понятно откуда берется 26, в вершине 8, ребер у куба, сколько ребер у куба, 12, грани 6, действительно 26 чисел. Так вот, может ли сумма всех 26 таких чисел равняться 1992? Разумеется, число 1992 взято достаточно случайно. Нам важно будет какой-то его свойств. Будем сейчас разбираться. Я тщательно для буквы А выписал все суммы, в которых она участвует. Она участвует в трех граних, в трех ребрах, ну и, собственно, в машине. Нет, не может. Каждое число здесь записано 7 раз. Например, число А записано в вершине, в трех граних и на трех ребрах. Значит, сумма всех этих чисел, значит, сумма всех 26 чисел равна сумме 8 чисел в граних, умноженной на 7. Однако число 1992 не делится на 7. Каждое число на самом деле входит 7 раз. Да. И поэтому его вклад делится на 7. И поскольку 3692, кстати, оно делится или нет, вычитаем 14, 59 на 7, вычитаем на 56, 32 на 7 не делится. Спасибо, все правильно. 525 задача. Можно ли натуральные числа от 1 до 30 записать в таблицу, в которой 5 строчек и 6 столбцов, таким образом, чтобы во всех столбцах суммы были бы одинаковые? Повторяю, можно ли натуральные числа от 1 до 30 расставить в клетках таблицы, чтобы во всех шести столбцах сумма была бы одна и та же? Я считаю, что ответ нельзя, так как сумма чисел от 1 до 30 равняется 465. Если мы напишем сумму чисел от 1 до 30, то можно складывать так, это все знают, да? Каждый раз получаем 31, таких по 15, 31 умножить на 15, важно, что это нечетное число. То есть оно не только на 6 не делится, оно даже на 2 не делится. Спасибо, все правильно. Действительно, 31 число нечетное, только вот смотрите, вы написали так, а на самом деле надо было написать так. Не делится. 465 не делится на 6. Так, следующее, 526 синим тем номером. Можно ли заполнить числами таблицу размером 5 на 5? Ребята, разрешите мне немножко сэкономить. Можно ли заполнить числами таблицу 5 на 5 так, чтобы произведение чисел любой строки было бы отрицательным, а вот произведение чисел в любом столбце, чтобы было положительным. И там сразу дальше написано. А таблицу 6 на 6? Можно ли заполнить числами так, чтобы в любой строчке произведение было бы отрицательным, а в любом столбце, чтобы было положительное произведение? Это две разные задачи, как ни странно, с разными ответами. В одном случае можно, в другом нельзя. Если у нас положительное число на отрицательном, то 5 на отрицательном числе нельзя. Можно. Если два поставишь отрицательных числа в столбец, то все очень даже хорошо. Первый случай, когда идет 5 на 5, не получится так сделать, поскольку невозможно будет четное количество отрицательных числа поставить в один столбец, а нечетное количество отрицательных числа поставить в одну строчку. Почему? То есть это вы правы, что не получится, но почему не получится? Ну, потому что поставив, допустим, два числа сюда, два числа в столбец, представить, здесь уже, ну здесь не получится поставить четное число. Это верно, но почему? Пыталась, пыталась, но ни разу не получилось. Нет, это не доказательство. А во втором случае можно? Во втором случае можно, а вы это шумели? Оставьте, оставьте ближайшие меточки, это уже будет на движение задачи. Да. Здесь. Как вы все хитро делаете. Сначала я думал, что все скоро кончится. Ух ты. Ну все, садитесь, садитесь. Давайте мы вас проверяем. Здесь два минуса, два минуса, два, четыре, два, два. Отлично, здесь четное количество. Один, три, три, один, три, три. Господа, неужели никто не видит, что можно было проще? Можно было просто поставить минусы по одной из вертикалей. Конечно, конечно. Ну, во-первых, уж если вы начали эти доминошки рисовать, то вы могли бы совершенно спокойно остановиться на... нарисовав третью, да? Вот. Ну и еще проще. Действительно, одну вертикаль запомнили. Это минусы и все. Хорошо. Есть все остальные числа положительные. А вы можете объяснить, почему не бывает так? Да, в каждой из строк должно быть нечетное количество отрицательных чисел, чтобы произведение было отрицательным. Да. Сумма пяти отрицательных... Сумма пяти нечетных чисел? Сумма пяти нечетных чисел отрицательная. Нечетная. Нечетная. В каждом из столбцов должно быть четное количество отрицательных чисел. Все, спасибо. Правда. Действительно, ведь у нас можно посмотреть общее количество отрицательных чисел. Если смотришь по столбцам, то их должно быть четное число. Если по строчкам, то в каждой строчке должно быть нечетное количество отрицательных чисел, а это значит, что и общее количество отрицательных чисел должно быть нечетным. Или можно было по-другому так сказать. Рассмотрим произведение всех чисел таблицы. Его можно посчитать сначала в каждом столбце, перемножив, а потом перемножив произведение полученное. Это будет произведение пяти положительных чисел, значит положительное. А можно было сначала в каждой строке перемножить, а потом перемножить полученное произведение. Это будет пять отрицательных чисел, То есть отрицательное. Но не может произведение чисел одной и той же таблицы быть и положительным, и отрицательным числом одновременно. Хорошо. 526 еще один номер. Можно ли в некоторой таблице так расставить числа, чтобы в каждой строчке сумма чисел была бы положительной? Размеры на пути здесь не важны. Чтобы в каждой строчке сумма была бы положительной. А в каждом столбце, чтобы сумма была отрицательной. Хорошо. Посчитаем общую сумму всех чисел в таблице. Если мы сделаем так, что в каждой строке будет сумма отрицательной, то тогда и вся сумма должна быть отрицательной. В каждой строке сумма положительной написана. В каждой строке сумма положительная. Молодец. А если мы соблюдаем второе условие, что в каждом столбце сумма отрицательная. Можно считать сумму сначала по строкам, а потом по столбцам. Результаты. А можно наоборот. Сначала в каждом столбце сложить и потом уже сложить результат. Спасибо. Вы правы. Очень простая задача на расстановку чисел. Смотрите. У нас есть 7 кружочков, которые немудренным образом соединены между собой. Значит, вот у нас внизу 3 круга. И здесь. Тоже 3 круга. И здесь один круг. Задача. Расставьте в кружочках числа от 1 до 7. Чтобы вдоль любой из этих линий сумма была бы одна и та же. У вас только расстановка или решение? Расстановка. Расстановка неинтересна. Мне нужно решение. То есть, интересен не только ответ, но и то, как его получить. А вы слышали, что интересен не ответ, в смысле написание цифр, а то, как его получать. А вы слышали, что интересен не ответ, но и то, как его получать. Для того, чтобы узнать, какое число здесь, давайте делаем так. Обозначим его в букву x. Сумму чисел, скажем, по вот такому направлению, обозначим буквой x. Тогда, разумеется, и такая сумма тоже будет равна x. Чему же равна сумма всех чисел? x, s и еще s. Пишем. x плюс s плюс s. Это сумма первых в семье натуральных чисел. То есть, 28. Но можно и по-другому было делать. А именно, взять вот эту величину s, добавить к ней s минус x и добавить к ней еще s минус x. Значит, это s, это вот это, потом s минус x, это сумма чисел в таких двух кружочках, и s минус x, сумма чисел в этих кружочках, потому что всего у нас здесь s, x выбросили. Так это тоже 28. Мы получили систему из двух уравнений с двумя неизвестными. x плюс 2s равняется 28. И 3s минус 2x тоже равняется 28. Давайте эту систему решим. Наверное, самое простое умножить первое уравнение на 2. Понятно, во что оно превратится. 2x плюс 4s равно 36. И дальше сложить эти два уравнения по члену. Что у нас получится? 2x с минусом и с плюсом уничтожится. Здесь останется 7s. А в правой части 28 плюс 56. Сколько? 84. 84. 84 разделить на 7 это 12. Осталось подставить найденную величину s в одно из наших уравнений. Проще всего в этом. Что у нас получится? x плюс 2 умножить на 12 это будет 28. x равен 28 минус 24. Я уже знаю число, расположенное в самом верхнем кружке 4. И осталось понять, как другие числа будут расположены. Значит, ребята, смотрите, наша картинка довольно симметричная. Если вы поменяете местами нижний ряд кружочков с верхним, то есть этот с этим, одновременно эти два и одновременно эти два, то ничего не поменится. Точно так же, если вы поменяете вот так, то есть вот эти два и одновременно эти два, тоже ничего не изменится. Поэтому любое из этих шести чисел можно перегнать на любое место. Ну, например, можно семерку загнать сюда. Тогда, чтобы сумма равнялась 12, здесь должно быть что? Единица. Отлично. Стираю семерку, стираю единицу. Остались числа 2, 3, 5, 6. Можно 6 отходить седу, а... Смотрите, 2 и 6, это такая одна пара. 3 и 5, другая. При этом, заметьте, нам нужно, чтобы вот здесь сумма равнялась 12. Это можно сделать по существу единственным образом. Сюда надо написать 5 и 6. Непонятно, в каком порядке. Ну, давайте, например, так. 5, 6. Тогда сюда, естественно, пойдет тройка, а сюда пойдет двойка. Так вот, с точностью до перестановок, о которых я уже говорил, то есть замены местами верхнего и нижнего ряда и таких вот перестановок, у нас решение единственное. По сути, повторю, решение единственное, но картинок немножко по разному вылечить, 528-е. Можно ли по крыше расставить 7 целых чисел таким образом, чтобы сумма любых трех соседей равнялась бы числу 19? представьте себе некоторые числа. Целые. А, Б, С, Д, Е, Ф и Ж. 7 штук. Можно ли так поставить их вдоль окружности, чтобы сумма любых трех соседей равнялась бы числу 19? На кружке, которая начинается в 12 часов, мне рассказали даже большие задачи. На этом круге всего возможно 7 различных троек. А, Б, С, Б, С, Д и так далее. Сумма каждой из них равна 19. Значит, их произведение... Какое еще произведение? Значит, сумма всех троек равна 19 на 7. Это произведение Ю. Чисел 19 и 7. Каждое число встречается в трех троек. Слушайте, пожалуйста, все правильно. Я, конечно, сейчас напишу это подробно, но, по сути, вы все правильно сказали. Значит, смотрите, А, Б плюс С, Б, С, Д, дальше С, Д, Е, Там еще у нас есть. Д, Е, Ф, Е, Ф, Ж, Ф, Ж, А, ой, нет, еще одну забыл. И Ж, А, Б. Вот они, все 7 троек. Разумеется, мы можем привести подобные слагаемые, и у нас получится замечательная ситуация. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж. Каждая встречается по три раза. Но если каждая скобка равна 19, то мы получаем следующее соотношение. 7 умножить на 19 это 3 умножить на сумму чисел. Разумеется, такого не бывает, поскольку ни 7, ни 19 не делятся на число 3. Да, это одно из двух решений, которые мне сегодня рассказывали. Второе, боюсь, вы до него не догадаетесь, но оно очень простое. Смотрите, если мы знаем, что сумма чисел А, Б и С равна 19, и сумма следующих тоже равна 19, то что из этого следует? А равно Д. Абсолютно верно. А равно Д. Значит, я могу букву Д стереть и на это место написать букву А. Смотрим дальше. Б, С, А дает такую же сумму, как Е, С, А. Значит, Б равно Е. Значит, я могу здесь написать букву Б вместо Е. Смотрим дальше. С, А, Б – это то же самое, что Ф, А, Б – сумма. Значит, посмотрите, сумма этих трех – это то же самое, что сумма этих трех. Значит, С равно чему? Ф. Отлично. С равно Ф. Смотрим дальше. А, Б, С и Б, С, Ж. Значит, Ж – что? Нет, Ж – это А. А, А, Б и А, Б, С. Значит, С – это А. Так, С – это у нас А. Повторяю. Ну и осталось чуть-чуть. Где у нас? А, А, А. Да, да. А, А, А. А здесь А, А, Б. Значит, А равно Б. Все 7 чисел оказываются равны друг дружке. Это такая замечательная идея. Если сумма любых трех подряд одинакова, то из этого просто следует, что все числа одинаковые. Между прочим, здесь мы существенно воспользовались тем, что по окружности написано именно 7 чисел. Смотрите, если бы по окружности было написано не 7 чисел, а несколько раз другое количество, то могла бы сложиться такая ситуация. Представьте себе 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и последний раз 1, 2, 3. Вот вам пример, когда не все числа равны друг дружке, но при этом сумма любых трех подряд равна 6, но они не все одинаковые. 529-я. Б. Раузен расставил на ребрах куба числа от 1 до 12. На каждой грани он написал сумму чисел, стоящих на ее сторонах. Могли ли на всех гранях оказаться одинаковые суммы? Ну, таким образом, чтобы на каждой грани была бы одна и та же сумма. Кстати, давайте посмотрим, какая сумма. Если вы посчитаете на одной грани, на другой, на третьей, давайте каждую сумму обозначим буквой С, то всего получите, разумеется, 6С, потому что грани куба 6. Каждое ребро будет посчитано дважды, дважды. Потому что каждое ребро является ребром двух соседних грани. Значит, мы получаем такую разуме. Если сложишь числа на каждой грани, то получится 6С, при этом каждое ребро будет участвовать дважды. Обратите внимание, что на этой картинке есть на самом деле не 5 грани, а 6. Просто шестная грань, она такая самая большая задняя. Найти отсюда величину S очень легко. Для этого достаточно воспользоваться приемом, который уже был. 1 плюс 12, 2 плюс 11, 3 плюс 10 и так далее. Что это такое? Это 6 умножить на 13. Правильно? Скобка. На 6 сокращаем, получаем ответ. S это 2 умножить на 12, то есть 26. Дальше, ребята, я должен признаться, я не знаю научного решения этой задачи. Дальше просто сидите и подпирайте. просто ищите. На кружке, которой мне сегодня было 12 часов, они почти плакали. Но нашлась умная девочка, которая вовремя всех спасла. вовремя так у вас тоже я не собираюсь сдаваться. Один из авторов журнала Кван Произволов по этому поводу все время любят цитировать мудрость, извините, не помню чью. Может быть, он ее сам придумал, может быть, где-нибудь вычитал. Так вот, мудрость такая. Только чрезмерное рождает плоды. То есть, когда вы занимаетесь, то действительно серьезный результат можно получить только если вы приложите максимум усилий и даже больше, чем максимум. Что я сделал? Пожалуйста. Кубик уже готов. Вы уже сказали, что я не научусь. Меньше слов, меньше слов, меньше слов, больше цифр. Напишем не в вершинах, а на рюках. А, на рюках, на ночь. Так, ребята, все знают разницу между извиняюсь и извините. «Извиняюсь» это фраза очень простая. Это означает, что я сам себя изменил и мне абсолютно без разницы, что обо мне вдумать. «Извиняюсь» это, ну как спеши, человеку совершенно все равно, что о нем вдумает окружающего. он сам себе судья, сам себя посудил и принял решение, что он не виновен. «Извините» это когда человек просит, чтобы другие отнеслись к нему снисходительно и извинили бы его. Что вы делаете? Надо на каждом репре написать одно число. надо написать на каждом репре одно из этих чисел. Может, вы даже не поняли, правильно? «Или поняли?» «Ну, я поняли. Числа у вас оставлены?» «Оставлены». «Но я написала только те числа, которые…» «Числа должны быть около рёбря. Не суммы, не 26, родитесь, пожалуйста, не 26, 26, 26 на грани. А мы посчитаем без вас. А числа надо оставить на рёбрах». Давайте проверять. Садились всё. Уже всё, что можно, сделали. Верхняя грань. 8, 8, 2, 10. Сумма действительно 26. 12, 14, 26. Так, вот здесь у нас 12, 14, 26. 17, 9, действительно, тоже 26. Так, проверяю вот эту грань. 11, 15, да, 26. Проверяю эту грань. 15, 11, 26. Удивительно быстро вы это сделали. А вы это раньше знали? Нет. Интересно. Интересно. Дело в том, что на конкурсе, который у нас всё начинается, у меня… Давайте я покажу это решение. Так, слушайте. А там тоже была грань 1, 2, 11 и 12. Фантастика. А вы с ними не договаривались? Нет. А другие решения бывают? А другие решения бывают? Нет, я не знаю. Значит, ребята, это, наверное, только компьютер может сказать, бывают другие решения или нет. Я не знаю. Это действительно на том кружке, надеюсь, независимо от вас, было найдено абсолютно такое решение. Хорошо. Следующая задача. Расставьте числа от 1 до 8 в вершинах куба, чтобы суммы чисел на гранях все были бы одинаковыми. Кстати, давайте сообразим, какие… Чему равна сумма чисел от 1 до 8? Сколько? 36. Совершенно верно. 36. Если поделим пополам, то получится 18. Значит, на каждой грани должны в вершинах так стоять числа, чтобы сумма равнялась 18. Дело в том, что… Вы же можете представить все 8 чисел так. Вот эти 4 числа – это одна грань. И эти 4 числа – это другая грань. 4 числа и 4 числа вместе дают те самые 8 чисел. Значит, надо расставить в вершинах числа так, чтобы на каждой грани сумма равнялась бы 18. Это легче. То есть, по моему опыту, обычно это быстрее делают, чем предыдущую задачу. Переходя – это 2 числа. 3 числа. 3 числа. Да. 4 числа. Садитесь, пожалуйста. Вы же сделали всё, что могли. Так, смотрим. На верхнюю грань, значит, 9,9 – 18, на боковую, 9,9 – отлично, центр, 8,10 – тоже 18, значит, 9,9 – отлично, 5,8 – 5, ну, и порядок контроля, 5, отлично. Действительно, везде сумма равна 18, вы это сделаете. 531. Расставьте по кругу 6 различных чисел, чтобы каждая из них равнялась бы произведению двух соседей. Расставьте по кругу 6 разных чисел, чтобы каждая из них равнялась произведению своих двух соседей. Между прочим, я тут себе конкурентов нашёл. Расставьте по кругу 6 разных чисел, чтобы каждая из них равнялась. Есть такой канал для детей. Как зовут их называется? Карусель? О, карусель, отлично, карусель. Так вот, там сделано следующее. Противные мультипликационные роды сидят в зале, и такая девушка-красавица, изображающая учителя, ведёт урок. Между прочим, неплохие тексты, вполне содержательная информация, у меня нет претензий к тому, что она им рассказывает, но, ребята, они живые. То есть, им реплики пишут сценаристы, и в результате я этих персонажей выкидывал бы. Если бы вы мне что-нибудь такое сказали, что они говорят, то это было бы последний раз. А там эта девушка, собственно, сама, впрочем, и пишет эти реплики наверняка, или кто-то ей подобный. Вот, нет, в общем, живые гораздо лучше. Пусть даже вы не актёры, но живые лица, и главное, естественнее. Это невозможно написать реплики, потому что они пытаются, так сказать, косить вот детей, и в результате им рассказывают что-то такое интересное, а мультипликационный персонаж говорит, а чё? Ух ты, круто! Вот, и так далее. Вот я бы за это выкнул срок. Зачок или из-за... А там нет, там люди продолжают рисоваться. Так что заметьте, при совсем другом бюджете, всё-таки у телеканала, безусловно, с операторами получше, чем у меня, и с умением работать с камерой тоже получше, чем у нас с вами. Тем не менее, живые люди это лучше. Так что в этом мы их опередили. Числа должны быть целыми? Они не могут все быть натуральными числями разными. Есть у нас и другой конкурент. Это тоже немаленький телеканал, называется «Культура». Там есть у них такой проект «Академия». Так вот, по поводу этого конкурента я вам тоже прямо сейчас скажу, что такое лекция на канале «Культура». Это какой-то специалист. Обычно действительно они приглашают очень крупных специалистов. Всю жизнь занимается какой-то наукой. Занимается, занимается, занимается. Потом приходит и за один раз все достижения этой своей науки пытается аудитории передать. Что такое аудитория на канале «Культура»? Это уже живые люди. Привет, я лечу вопрос. Это живые люди, которые сидят. И замечательная вещь. В конце лекции вопросы есть, поднимают руку, словно у них есть вопрос. Но у них написано в глазах, что им это лекция. Настолько неинтересно, что их сюда позвали. Скорее всего, за 20 рублей в час. И сидеть. И им настолько обидно, что это 20 рублей, а не 40. Что они, конечно, готовы выдержать этого лектора. И в результате абсолютное несоответствие между уровнем человека, который читает лекцию, и уровнем аудитории, который настолько неинтересно сидеть. Видите, называется проект «Академия»? Я смотрела, да. Лекторы обычно разумные. Вот. Чем вы лучше? Вы заинтересованные. Так, 2, 10, 5, 0, 5, 0, 1, потому что пока все хорошо. Так, 0, 2. Давайте проверять. 0,2 умножаешь на 0,5, получается, действительно, 1,1. 2 умножаешь на 1,1, получаешь 2,1. Интересно. 2,1 умножаешь на 10, получаешь 2. Да. Привет, все правильно. А как вы это сделали? Просто так. Взял и написал, да? Хорошо. Давайте я объясню, как на самом деле это можно было сделать. Привет, смотрите, пишешь число А, пишешь число А умножить на В, ничего в этом страшного нет. Пишешь число В, а вот на этом свобода заканчивается. Дальше нужно соображать, вот если здесь А, а здесь АВ, что должно быть здесь? А, чтобы произведение этого числа и этого дало бы А. На какое число надо разделить А умножить на В, чтобы получить А? На В, правильно? Значит, на какое число надо умножить? На В. На 1, деленную на В. На 1, деленную на В. На 1, деленную на В. Соображаем здесь. А. 1 А. 1 А, конечно. 1, деленная на А. Так. А между этими числами что должно быть написано? 1 А. Их произведение, правильно? 1, деленная на АВ. Так что, если мы знаем три числа подряд, то остальные три мы тоже знаем. А теперь в любом месте давайте посмотрим. Когда умножаешь А на 1, деленное на В, действительно получается такое же. Когда вот это умножаешь на это, получается. Когда число 1, деленное на В, умножаешь на В, действительно получается это. В общем так, вместо чисел А и В можно поставить любые ненулевые числа. Если поставишь двойку и пятерку, то получится такой результат. Если какие-то другие числа, ну что-то другое получится. Это неважно. Просили хотя бы один пример найти, а мы на самом деле описали все множество примеров. Чтобы числа были разные, надо просто конкретно позаботиться. Ну, редко они одинаковые. Так, теперь три системы сравнений. Давайте я вам напишу. 532-я пункт А. Система. Сумма чисел обратных к х и у, это одна вторая. Сумма чисел обратных к х и у, это пять двенадцатых. И сумма чисел обратных к х и у, это семь двенадцатых. Разумеется, вы должны найти сами числа х, у и з. Не подобрать, а именно решить систему. То есть, доказать, что других вариантов нет. Пункт Б. Немножко сложнее. Там много знаков умножения. Х и у, это девять двенадцатых. Так, ребята, продолжаю рассказывать, чем плохи карусель и канал культуры. Значит, есть такой альпинист, я не буду. Представьте себе, что человек потратил огромное количество лет жизни и очень мало денег для того, чтобы совершить восхождение на гору. Значит, преодолевая огромное количество препятствий из последних сил, он залез на вершину, значит, высший миг его жизни и вдруг увидел, что там местный пастух пасет овец. Это ужас любого альпиниста. Абсолютный ужас любого альпиниста. После многих лет подготовки и вдруг увидел, что на этой вершине местный пастух пасет овец. Вот, понимаете, ровно такая же ситуация на самом деле с лекциями. Я вот, собственно, уже тринадцатый год веду лекторию Малого Мехмата. Понимаете, есть огромная разница между тем, что прочитать одну лекцию, пусть даже самую замечательную и пусть даже по самой-самой-самой интересной науке. И тем, что чему-то научить. То есть, посмотрите, этот кружок важен тем, что пусть каждое из занятий достаточно простое, но мы в результате, вот уже второй год мы идем, мы в результате пройдем довольно большой объем материала. Понимаете, это не ситуация одного эшка, а это ситуация, когда каждую неделю пасешь овец на той самой вершине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Три системы, суть примерно одна этажа. Три системы, суть, 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 суть. Три системы, суть, 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 суть. Три системы, суть, 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 суть. Три системы, суть, 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 суть. Три системы, суть, 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 суть. Три системы, суть, 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 суть. одна иксовая, одна иксовая и одна иксовая вместе дают на три четверти. Согласны? Да. Отлично. Как теперь найти, например, одну иксовую? Да понятно как. Мы же знаем сумму одной иксовой и одной иксовой. Это 5 двенадцатых. Значит, мы можем написать такое равенство. Так, три четвертых, это сколько двенадцатых? Девять. Сколько? Девять двенадцатых. Девять двенадцатых. Совершенно верно. Значит, одна иксовая это 4 двенадцатых. Совершенно верно. Потому что мы от девяти отнимаем 5. То есть одна третья. Икс чему равен? Трем. Трем. Совершенно верно. Икс равен трем. Ну, правда, мне нужно найти не только икс, но точно так же. Вы можете, чтобы найти икс, вместо одной иксовой и одной зетовой, вместо суммы, написать 7 двенадцатых. Смотрите, какое будет равенство. Одна иксовая плюс 7 двенадцатых. Это три четверти. Ну, тут по-прежнему 9 двенадцатых. Значит, одна иксовая это у нас 2 двенадцатых. То есть 1 шестая у равен 6. Ну, что еще? Что z надо найти? Давайте узнаем. Значит, одна иксовая плюс одна иксовая это одна вторая. Три четверти минус одна вторая сколько будет? Четверть. Одна четверть. Значит, z равен 4. Ответ. x – тройка, y – шестерка, z – это число 4. Здесь ответ будет намного интереснее. Например, потому что он не единственный. Самый простой ответ можно сказать в этой задаче? 10, 20, 30. Вот. 10, 20, 30. 10, 30, 20. Вот. Слушайте, как вы так быстро считаете? 10… Я уверен, что вы не правы. Да. Ну, давайте посмотрим. Значит, 10 умножить на 20 – это будет 200. Учетверенное число 30. Согласны? Угу. Нет, нет, нет. Ребята, когда я говорю простой ответ, это не значит, что вы должны устно, быстро-быстро считать. Есть совсем простой ответ. Когда очевидный набор чисел удовлетворяет в этой системе. Подсказка. Можно вместо вот этих чисел писать все что угодно, и все равно ответы… Все нули. Все нули. Все нули. Конечно, все нули. Ситуация, когда x, y и z равны нулю, конечно, соответствует этой системе. 0 умножить на 0 – это 9 умножить на 0 и так далее. Так вот, кроме этого одного решения с нулями… Кстати, заметьте, пожалуйста, если какая-нибудь из переменных 0, например, x – это 0, тогда z будет тоже 0, и y будет тоже 0. Да, вот с этого времени. Поэтому либо они все не нули, либо все нули. Значит, все нули подходят. Теперь мы должны разобраться с ситуацией, когда произведение чисел x, y, z не равно нулю. Значит, итак, вот это один из ответов. А теперь пусть числа x, y, z не нули. Кто может? Продолжим о наших конкуренциях. Чем еще интересен телеканал «Культура» и даже самая «Карусель»? Тем, что они убеждены, что их зритель может сосредоточить свое внимание, ну, на 5 минутах. Ну, на 10. Александр Васильевич, а вам может сосредоточиться в вашей программе? Ваша мама что? Сосредоточиться в вашей программе. Нет, а какой длины программа? Я про это и говорю. Какой длины программа? Сколько минут длится, а? Я так не особо волнуют. Нет, секунду, может быть вас не волнует. Я сейчас говорю ровно об этом. Сколько минут длится внимание зрителя? Господа, никто не замечал? На «Карусели» не пять, там побольше. Семь, пять, семь. Нет, нет, ребят, я сейчас не помню. Вот лекции, лекции вот этих. Никто не помнит? На «Карусели» минут лет? Минут десять. Минут десять. Лекция может быть пять-семь. Пять-семь минут, да, на «Карусели»? Нет, там побольше. Хорошо, а на «Культуре»? На «Культуре» час. На «Культуре час». На «Культуре» я удерживаю ее. Нет, я не про вас, нет. Вы это удерживаете два часа, точнее, два, даже больше, куда же вы денетесь. Заметьте, они думают, что внимание человека нельзя удерживать дольше определенного количества минут. Значит, неправда. Абсолютно неправда. Вы здесь спокойно сидите два часа и даже надеретесь. Смотрите. Даша. Я бы... Берет, берет. Значит, получается, что x, y при делении на 9 будет давать, оно обязательно должно делиться. Правильно? Ой, нет. Это вы сейчас будете подбирать все эти признаки делимости, да? Нет. Или нет, конечно. Все проще. Это задача. Вот эта задача. Это же то же самое. Внимательно, смотрите. Смысл тот же. Аня, 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 Таня. Это оно. Что надо сделать? Что надо сделать в нашем уравнении? Что мы делали здесь? Складывали. Все умножить. Умножить, конечно. Кто-нибудь умеет перемножать? Нет. Тогда тут получается... Нет, успешите, пожалуйста. Тут получается 2. Нет, не 2. Нет, не 2. Нет, не 2. О-о-о-о. И фиксер с хорошей квадратикой. Видите, ты мой. Все в квадратикой. Нет, не, все, садись. Как же мне тебя жалко. Когда умножаешь, надо при этом не складывать, а умножать. Давайте смотрим. x, y, y, z, x, z. Это есть 9z, 100x и 4y. Ребята, между прочим, еще ли она, Аня, не писал x в квадрате? Я вам больше того скажу. Он даже x в кубе любил писать вот так. Вы скажете... А можно я расскажу? А можно я расскажу? Ничего смешного об этом? Нет. Дело в том, что как в теме, да, писали, собственно говоря, взведение в квадрат. Кстати, даже я еще это застал. Правда, это моя статья так и не была напечатана, потому что компьютеры раньше пошли в жизнь, чем я справился с этим. Значит, посмотрите, ребята. Чтобы объяснить наборщику, что надо двоечку написать так, в старые долгие времена автор должен был сделать следующее. Он должен был напечатать текст. Там он должен был потом от руки вписать букву x. Дальше специального цвета карандашом показать, что это будет вверху определенным символом, определенным образом. Дальше он должен был там написать двойку. Но, поймите, мороки с этим объяснением, что двойка, она меньшего размера, она должна быть повыше столько, что гораздо быстрее написать не x квадрат, а xx. То же самое с этой тройкой. Бейгорь не был дурак, ребята. Это был великий ученый. Он математик узнал так, как большинство из вас никогда в жизни знать не будет. Человек был фантастический ученый, но он понимал, что быстрее написать xxx, чем вот так. Так вот, произведение x y y z z x равняется вот этому произведению. Что можно сделать? Можно сократить z, сократить x, сократить y. Что у нас останется в результате? y z x, так, 9 на 100, вы уж меня умножьте. 1 на 4? 300. 3600. Отлично. А теперь берем и вместо xy пишем 9z. Просто. 9zz. Ничего непривычного в этом нет. zz это есть произведение, z на z. Значит, zz это будет сколько? Сколько? 400. 400. Чему равно z? квадратный корень. Знаете, что такое квадратный корень? Это такое число, которое, если умножишь его на себя, даст 400. Услышьте свой ответ. Я говорю вам, произведение числа на себя равно 400. Чему равно число? Ответ. Квадратному корню. Внимание. Да? То есть на вопрос, чему равно число, которое, если умножишь его на себя, получишь 400. Ответ. Оно равно тому числу, которое, если умножишь на себя, то получишь 400. А главное, чтобы умные дети. Да? Они знают слово квадратный корень. Да? 20. На самом деле ответ не верен. 200. На самом деле ответ не верен. Конечно, 20 умножить на 20, это 400. Но кроме числа 20, есть еще число демократный. Значит, господа, два варианта. Либо 20, либо минус 20. Давайте продолжим нашу работу. Давайте продолжим нашу работу. И в ту же самую формулу, давайте я выделю эту грамочку, в ту же самую формулу подставим не yx, а подставим yz. Интересно, что у нас получится? 100x, да? Получится такое равенство. 100xx, это 3600. Значит, произведение x, это x. Сколько? 36. Значит, x, это? 30. Плюс-минус 6. Отлично. И последняя подстановка. Значит, мы должны x, z подставить. Получится так. Получится 4yy, это 3600. То есть, y900, y, чего оно? 30. Плюс-минус 30. Правильно. Плюс-минус 30. Я сейчас выпишу ответ в этой задаче. Значит, смотрите. Значит, x то ли 6, то ли минус 6. Давайте я напишу, оставлю место для знака, я напишу само число 6. y то ли 30, то ли минус 30. И z, вы помните, то ли 20, то ли минус 20. Значит, ребята, обратите внимание. Если везде написать знаки плюс, то, конечно, все будет хорошо. Если в каком-то месте написать знак минус только в одном, то, конечно, получится безобразие. Положить ничего не может отрицать. Если написать знак минус в двух местах из трех, то получится вполне хорошо. Так, давайте я аккуратно напишу ответ. Аккуратно напишу ответ. Итак, первый случай 6, 30, 20. Дальше минус 6, минус 30, 20. Минус 6, 30, минус 20. 6, минус 30 и минус 20. Вот они, четыре варианта. А еще 5? Еще 5? Конечно, вы абсолютно правы. Нельзя забывать тот, с которого мы начали. 0, 0, 0. Всего у задачи 5 решений. 5 троек чисел. Заметьте, пожалуйста, решением системы является не одно число, x или y или z, а тройка. И, значит, решить систему уравнений, это значит найти все 5 троек. Все это вместе ответ. По отдельности, конечно, ни одна из этих троек не является ответом. Хорошо, пункт В. Очень похоже на предыдущие наши. Что здесь нельзя сделать? Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы спрашиваете, почему я не тороплюсь сокращать? А потому что все равно делить на два придется. Единица деленная на х плюс у, единица деленная на у плюс з, единица деленная на з плюс х, это 17 десятых. Хорошо. Теперь я должен по очереди пользоваться этими уравнениями и получится у меня следующее. Единица деленная на х плюс у, а сумма вот этих вот, у плюс з и з плюс х обратно в числе, это 7 десятых. Может сразу вычту? Из 17 десятых, 7 десятых, сколько будет? Будет единица. Совершенно верно. Хорошо. Единица деленная на у плюс з, давайте сообразим, значит, х плюс у и з плюс х. Х плюс у и з плюс х, это вот здесь, значит, из 6 пятых. Я должен 6 пятых вычесть из 17 десятых. 6 пятых это 12, да, 5 десятых, одна вторая, совершенно верно. Действительно, одна вторая. И, наконец, единица деленная на з плюс х. Так, для этого нужно посмотреть на верхнюю строчку. 3 вторых, то есть 15 десятых вычитаю из 17 десятых. Сколько будет? Одна пятая. Одна пятая. Одна пятая. Так вот, ребята, эту систему очень легко переписать. Уже без знаков дроби. Что получится? Х плюс у. Х плюс у, это сколько? Единица. Единица. У плюс з. Сколько? Одна вторая. Неправда. Не одна вторая. Одна пятая. Два. Мы переворачиваем обе дроби. А, две. Это два. Так, и з плюс х. Неужели дальше никто не может? Что нужно сделать, чтобы решить полученную систему? Сложить. Да? Сложить. Сложить. И что же у нас получится? Один плюс два плюс пять. Сколько? Восемь. 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 Значит, после сложения мы получаем такое замечательное равенство. Два умножить на х плюс у, это восемь. Значит, сумма х, у, и з это? Четыре. Четыре. Если х плюс у, это единица, а сумма х, у, и з это четыре. Чему равно з? Трем. Трем. У и з это двойка, значит, х это? Х это двойка. Два. З и х это пятерка в сумме, значит, у это? Неверно. Минус один. Минус один. Вот вам и ответ. Замечательная задача, 533. Прямоугольник разбит прямыми на 25 прямоугольников. Причем, площади некоторых из них указаны на рисунке. Я, разумеется, не буду сейчас соблюдать масштаб, там, как нарисовано, просто проведу четыре горизонтали и проведу в произвольных местах на четыре артикали. И пишу числа, значит, 9, 21. Не удивляйтесь, что у меня на рисунке 21 оказалось меньше, чем 9, потому что невозможно перерисовывать точность с клеточками. Так, 32, 28. Здесь площадь равна 14, здесь площадь равна 10, а здесь 20. Так вот, задача. Найдите площадь прямоугольника, который отмечен на рисунке. Нише, он отмечен вопросительным знаком, а я решил заштриховать. Имею я право на творчество, правда? Так, найдите площадь левого верхнего прямоугольника, если даны вот эти вот несколько площадей. Это очень простая задача. Все, что нужно знать, оформлено для площадки мугольника. Да. Ну, мы площадь, конечно. Нет, ну и решение, давайте, давайте, решение. П площадь для нас. Вы выйдете, да, здесь сначала. Чтобы найти в сторону 1, чтобы найти ширину, надо посмотреть на число 9, 35 и 21. 21 делится только на 3 и на 7. Понятно. То есть, вы уверены, что число целое, и поэтому вы просто подобрали длинные вот этих вот отрезков, да? Так, ну, понятно, то есть написали 9 как 3х3, 21 как 3х7, здесь написали 5, правильно? Такой способ. Здесь написали 8, здесь 4, здесь 7, здесь 2, здесь 5, здесь 4. Правильно? Вот. Ребята, это замечательный способ. Если верить, что числа обязательно целы, но никто нам это не обещал, нужно решить задачу в любой ситуации. Хотя, да, ответ вы нашли. Ответ вы нашли. Тетради решайте. Ну, как можно? Вы же пытаетесь все свои мысли уместить на полях. Ну, ребят, времена фирма, когда бумага дорого стоила, давно прошли. Между прочим, если бы у него действительно было доказательство великой теоремы фирма, то это был бы самым удивительным в истории, случай, когда человек пожалел плачка бумаги и заставил потом тысячи людей писать огромное количество книг, трактатов и так далее. Вы знаете, да? В начале 17 века фирма написал, что он думает, что сумма двух n-ных степеней натуральных чисел, когда n больше двух, не может равняться n-нистепеней, но что поля слишком узки, чтобы здесь вместилось доказательство. После этого доказательство было дано только в конце, в самом конце 20 века и потребовало развития большого количества разных областей науки. То есть, если бы у него действительно было доказательство... То есть, он доказал уже после того? Нет, нет, фирма, конечно, ничего не доказал. Более того, он сам это потом понял. То есть, письменных источников никаких, но потом было ни один... Он прожил еще существенное время, но ничего по этому поводу больше не писал. Скорее всего, потому что он убитил свою ошибку. Хотел, чтобы он не перейдил? Нет, ничего не хотел. Понимаете, ведь все эти заметки... Фирма, это же... Ну, как сказать... Он не думал, что он при этом работает на публику. Понимаете, в его дневнике он думал, что это его дневники, что их кроме него никто не увидит. Поэтому то, что он не стал на полях зачеркивать... Ну, вы знаете, вы у себя дома тоже не каждую бумажку зачеркиваете. Вы уже должны были привыкнуть к идее перемножить что-то подряд. Давайте я напишу так. Введу обозначение. А, Б, С, Д, Е. Это будут вот эти вот отрезки. Хорошо? И вот эти вот отрезки я тоже должен как-то обозначить. Альфа, Бета, Гамма, Дельта и Эпсилл. Теперь давайте напишем, что мы знаем. А умножить на Альфа, это сколько? Десять. Десять, очень хорошо. Б умножить на Бета. Тридцать на Альфа. Молодцы. С умножить на Гамма. Тридцать два. Хорошо. Д, если умножить на Дельта. Четыридцать два. И, наконец, Е, если умножить на Эпсилл. Двадцать. Двадцать. Я написал диагональ. Теперь давайте диктуйте-ка мне числа. 21, 40, что у нас еще бывает? 28 и 10. Пожалуйста, 21. Это что? Альфа, Бета. В умножить на Альфа. Что, наверное? 40. С умножить на В. Хорошо. 28. Д умножить на Альфа. Десять. Е умножить на Альфа. А теперь вопрос. Какую величину мы хотим найти? Е на А. Нет, не Е. А умножить на Альфа. Эпсилл. Эпсилл. А умножить на Эпсилл. Неужели не сможете? Нет. У нас дана система из девяти уравнений. С десятью неизвестными требуется найти произведение А на Эпсилл. Неужели сложно? Да. Нет, нет, нет. Ребята, обсуждать греческие буквы мы сейчас не будем. Проблема не в написании букв. Проблема в том, поняли ли вы в пройденной теме хоть что-нибудь. Какую естественную операцию можно сделать? Перемножить что? Ребята, ну покажите, что вы хотите перемножать. Просто не надо. Выходите. Выходите на Альфа, показывайте, что вы хотите перемножать. Пожалуйста, пожалуйста. Я война, все. Паль球 покажите, что вы хотите перемножать. Все-все-все совсем все. Получите очень большое число. Но а умножить на эпсил там не будет. Мы ведь хотим не просто так перемножить, мы хотим найти а умножить на эпсил. Да? Теперь вы получите. Надо альфа и е на эпсил. Ах, и что? Мы получим альфа на е на эпсил, и потом мы включим е и е на эпсил. Как включим? Нет, ребят, ну так не бывает. Ну, это уже 20-я задача на одну тему, которую мы решаем. А вы так не привыкли. Да? Надо перемножить все эти числа, которые стоят под главной диагональю. И отдельно перемножить все эти числа. Затем надо разделить... Стоп, 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 давайте же мы это сделаем. Вы абсолютно правы. Действительно, мы можем взять и рассмотреть такое произведение. А, Б, С, Д, Е, альфа, бета, гамма, дельта и эпсил. Произведение всех букв, которые здесь есть. И разделить это, смотрите, на что? Б, альфа, С, бета, д, гамма и е, дельта. Пишем их. Б, альфа, С, бета, д, гамма и е, дельта. Посмотрите, что есть в числителе, но при этом отсутствуют в знаменателе. А, в знаменателе ее нет. Еще что? Эпсил. Как найти произведение А и эпсил? Нужно перемножить все вот эти числа. Пишем. 9, 35, 32, 14 и 20. И разделить это на произведение чисел 21, 40, 28 и 10. Потому что все буквы, кроме буквы А и буквы Эпсил, есть и здесь, и здесь по одному разу. Поэтому, когда вы перемножите все вот эти числа и разделите на произведение всех этих, то уцелеют только А и Эпсил. Ну, здесь посчитать не проблема. 20 и 10 сокращаются, получается, двойка. 28 и 14, двойка сокращаются, значит, полностью. Теперь посмотрим дальше. 40 и 32 можно сократить на 8. Здесь получится 4, здесь останется пятерка. Пятерку можно сократить с числом 35, здесь останется семерка. 7 можно сократить с числом 21, здесь останется тройка. И тройку можно сократить с девяткой, здесь останется тройка. Результат 12. Согласны? Но мне это даже не так интересно. Знаете, упражнения с сокращением коробей, мне не так важно. Как вот эта замечательная идея. Посмотрите, как на картинке очень просто выглядит. Если вы смотрите только на диагональные прямоугольники, то когда перемножите в синих площади, у каждого из них есть две стороны, вы получите произведение всех отрезков А, В, Д, Д и А, В, Д, Гамма, Д, Эпсилон. А если вы смотрите на вот эту линию, на эти четыре, то когда вы перемножите их площади, вы получите те самые В, С, Д, Е и А, В, Д, Гамма, Д, Эпсилон. И А не войдут. Поэтому все и получается. Последняя сегодняшняя задача. 534. За 11 тубриков дают 14 динаров. За 22 руки 21 динаров. Говорят, я сейчас подпишу. 11 тубриков. Это 14 динаров. Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, каких стран это деньги. Я про некоторые знаю, а про некоторые нет. Лучше не спрашивайте. Так. За 5 крон дают 2 талира. А за 10 рупий дают 3 талира. Вопрос. Сколько пугриков можно получить за 13 крон? Ну, число 13 просто для красоты. Вопрос на самом деле такой. Отношение стоимости тугорика к стоимости кроны. Что? Как это считать? соотношение стоимости тугрика к стоимости кроны к стоимости кроны Задача очень новая, ребята, надо просто суметь не запутаться в этих травях. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...